Ну, заброшенный завод, и я туда пробрался. Короче, очень красиво отсюда. Красивые виды открываются. Грунтовый рэпер, номер 15. А второй буду стараться сжать на тормоз. Аккуратно! Хотите читайте, хотите нет. Мне всё равно. Ну что ж, ребяточки, всем привет с вами. Вновь, как всегда, в Раншрайдер. И мы просили сделать покатушки или какой-нибудь вложик. Поэтому сейчас я нахожусь вот в таком вот интересном месте. У нас довольно красивый вид здесь. Тут мой бай, который весь в грязи, как вы видите. Плошная грязь, говно. Ну, а там у нас чистите асфальт. И, ребят, ну давайте попробуем сегодня покатать без креплений. Потому что, как видите, сегодня на мне нет крепления под гоупрошку. Да и гоупрошки тоже нету. А под Соньку я ещё крепления на шлем не купил. Поэтому будем сегодня пробовать катать без креплений. И попробуем поснимать какой-нибудь вложик. С рук, я не знаю, удастся ли мне дропать со ступенек и снимать одной рукой. Это нам ещё предстоит узнать. Так что погнали. Ну что ж, ребята, вот та надпись, на которой я уже снимал видосик. Кто её помнит, сейчас прям поставьте лайкусик на видосик. Ну, а кто не смотрел видео с этой надписью и как я на неё собирался, монтация будет вот тут вот. Сейчас она выскочит. Переходите, смотрите. И не знаю, получится ли второй раз мне забраться. Потому что здесь вот у нас такие злые собаки. Видите, они не пускают райдеров катать на эту замечательную красивую горочку. Но мы, конечно, с вами, ребят, супер опасны. Так, ну вот ворота, вот собаки. Они нас ждут. Я вот думаю, что будет, и с ним попытаемся проехать. По крайней мере, это страшно. Ну, их как-то много тут. Здрасте. А пока вот мне нужно будет у кого пройти, на эту горку подняться, как это можно сделать? Нет, ну там за офисом дорога есть. А, там обойти, да? Здесь не взять? А, нет, нет, там есть, там есть, ну, как бы, за... Там перекопа наниматочка. Туда теоретически можно пройти. Здесь же можно сейчас проехать туда? Ну, вообще по территории тут нет. Нет, просто я знаю, там магазин вроде есть, да? Нет. Нет? Просто я обычно оттуда спускался, и тут выезжал потом. Где собаки у меня не съедут? Здесь только территория, не надо, вот там лучше. Лару, к ней. Что такое? Не будешь ты меня кушать? Злые собаки. Сейчас мотописка успокоится, в принципе, я надеюсь. Так, привет. Ну, мы сейчас катимся, получается, в объезд той горки. Сейчас вот тут вот у нас слева такая каменная стена. Сейчас быстренько, я думаю, мы обойдем это все. И начнем уже спускаться с той, надписью с той горки. Если там, конечно, не будет полно грязи, потому что иначе можно будет хорошенько так улететь кубарем с горы. Ребят, я нашел теперь ступеньки, состоящие из вот такого вот субстанции. Они идут туда наверх. Попробую сейчас завязнуть в докашках и не упасть. Смотрите, ребят, просто куча бьязи. Давай толчок. Все, получилось. Одна приглашает нам нипочем. Назнимается сейчас по второй. Так, сейчас даже положили какие-то плиты. Так, получилось. Окей, alright. Погодка сегодня плюс три. И снег тает, местами замерзает. Поэтому надо очень аккуратно пользоваться передним тормозом, иначе можно прям серьезно улететь. Даже на асфальт, потому что сверху, если поймаешь передним колесом ледяную корочку, то, скорее всего, переднее колесо просто покатится вперед, и байк станет неуправляемым. Ребят, камера, конечно, далеко не передает угол наклона, который здесь сейчас, но здесь очень жесткая какая-то горка. Такое ощущение, кто-то катался на ледянке и прочертил вот такие вот следы. Не знаю, что за сумасшедшие дети вылетают прямо на дорогу, но что есть, то есть. Конечно, обидно, что экшн-камеры еще не сделали такими, чтобы они полностью передавали угол, под которым они находятся, но хоть какую-то красивую картинку я вам сегодня показываю. Здесь протянуты вот такие линии электропередач. Короче, очень красиво отсюда. Красивые виды открываются. Такая вот земельечка. Ну, теоретически, прямо здесь можно уже начать катать, но я бы, конечно, этого делать не стал, при всем желании. Мы были примерно где-то вон там, вот внизу. Здесь метров 100 или 200, наверное, вниз. Вот та самая надпись. И смотрите, что я здесь обнаружил. Здесь такие вот раскопочки небольшие. И вот такая вот надпись. Грунтовый рэпер номер 15. Администрация города Красноярска. То есть какой-то там грунтовый рэпер. Здесь стоит, видимо, это он. Что он делает, непонятно. Напишите, кто знает, что такое грунтовый рэпер. Может быть, среди нас есть какие-то ландшафтные дизайнеры, строители или проектировщики. Очень интересно, что же это означает. Надо сделать вот такое вот замечательное селфи. Надеюсь, меня хорошо видно. Это просто вау, ребят. Тут невероятный вид открывается. Вообще, многие говорят, что сейчас очень много сюжетов выходит, что Красноярск это такой черный город, где режим черного неба постоянно. Вовсе нет, ребят. Здесь очень красиво. И вы сами можете видеть, где тут черное небо. Оно абсолютно белое и прозрачное. Да, есть сегодня небольшая облачность, но, например, вчера вообще было солнечно и чудесно. То есть, Красноярск, да, тут есть. Бывает там пару деньков в месяц, когда действительно нечем дышать, когда реально черное небо. Кстати, кто не видел ролик редакции, который я практически снимала возле моего дома, аннотация по классике будет в этом углу. И, ну, вы сами понимаете, что в Красноярске как такового черного неба никакого нет. Это тому подтверждение. Если подзайти сейчас на сайт небо.project или проект небо, на нем указаны самые загрязненные участки Красноярска, то мы сейчас находимся на одном из них. Но, как видите, здесь никакого загрязнения нет. Никакой черной дымки и ничего подобного здесь нет. Все очень чисто, красиво. Я сейчас стою и дышу свежайшим воздухом, ребят. Пишите свое мнение в комменты. Очень интересно будет послушать, что вы думаете по этому поводу. Возможно, здесь есть тоже какие-то у меня среди зрителей местные жители Красноярска. Что вы думаете по этому поводу. Ну, а мы пойдем дальше подниматься, потому что нам в итоге нужно попасть вот на этот спуск. Видите, он такой довольно крутой. Там должно быть скользко, но при этом попробую поснимать с одной руки. Готовы? Погнали! Ну что ж, ребят, вот та самая трасса. Вот тот самый завод. Давайте попробуем сейчас что-нибудь с вами поснимать. Я вам надеюсь, я не вскочусь нахер через руль. Поэтому будем ехать. Стараться не сильно быстро. Просто одной рукой держу камеру. А второй буду стараться сажать на тормоз. Не, ребят, здесь очень скользко, посмотрите. Просто вода, просто замерзший лед. А вы говорите, Порншрайдер, дропай с лестниц. Не сцикуй. Сломай себе руки, наконец-то, да, Райдер? О, будем ехать тогда по окраине, надеюсь. Здесь у нас не будет так сильно сносить. Хотя, та же самая жизнь, да. Так, ага. Я как этот школьник, который купил себе камеру, не знает, как ей пользоваться. Но это неправда. Я умею ей пользоваться. Поверим заодно стабилизацию от Сони. Так она у нас стабилизирует изображение. Это очень жестко, ребят. Так. Я жму просто сейчас на заднюю дворос, целиком практически, но меня все равно сносит. Так. Попробуем сейчас здесь проехать, потому что здесь не так скользко, как там. Так. Да, 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 да. Опять грунтовый рейпер по правую руку у нас. Какой-то номер... Номер двенадцать рейпер. Так, тякаемся аккуратно. 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 Реально, ребят, сейчас ближе будет не упасть. Кажется, что я еду со скоростью 2 км в час. Так и есть, да. Но уклон здесь не такой, как на камере. Он гораздо больше. Поэтому я тупо не успеваю жрать на тормоз. Если я разгонюсь быстрее. Так, аккуратно. Справа у нас такие красивые штучки. А здесь просто лед. Просто лед. Задача просто не упасть. Давай, Райда, ты справишься. Так, здесь у нас поворот. Задним колесом чуть-чуть заносим. И спускаемся. Вау. Поехали так. Здесь... Опа. Минуем. Фу. Да, ребят, я справился. Посмотрите, вот там у нас очень красивое небо. Сейчас солнышко просвечивается. Здесь просто лед, блин, ребята. Здесь можно кататься на коньках при желании. Если их просто надеть и спуститься по этой горке. Можно на коньках, а не на байке. Но я это сделал на такой вот нешипованной, как у меня, резине. Абсолютно нешипованной. Посмотрите, это просто лед и резина, которая задубела на морозе. Не знаю, спускаться дальше или нет. Это очень стрёмно. Надеюсь, хоть что-то было видно, потому что я держал камеру вот на этой вот ручке. То есть я одним пальцем вот так вот держал тормоз, а второго вот так держал камеру. И при этом ещё пытался не упасть. Так, давайте дубль два сделаем ещё раз. Пробуем съехать, только аккуратно. Так, всё так же я держу двумя пальчиками камеру и одним пальчиком тормоз. Так, так, так. Окей, right, окей, right. Только бы палец не сломать, потому что два года назад я так сломал палец, когда ехал вот в такую же погоду, спускался, передавил передний тормоз и всё, минус палец на правой руке. Ходил с гипсом два месяца. Так, аккуратно. Здесь очень большой уклон, при этом очень-очень скользко. Я просто сейчас полностью выжимаю задний тормоз и пытаюсь задним тормозом управлять байком. При этом передний тормоз я вообще не трогаю. Так, заднее крючок катится вниз. Так, у нас здесь есть вариант просто либо в правой стороне объехать, при этом упасть, и по левой, но при этом съехать нормально. Я выбираю этот вариант. Так, съехали. Здесь у нас опять какая-то лужа, причём полностью замёрзшая. Аккуратно. Аккуратно. Я, так, туда, я и туда. Ну, как я знаю, там вроде дороги нету, или там. Нет, там у нас заброшенный завод, куда, к сожалению, нас не пустили. Но в прошлый раз я по нему проехал, ссылочку на видосик опять же вон от Ад сейчас вылезет там. Ну, заброшенный завод. И я туда пробрался. Так, едем вперёд. Едем вперёд. Опять же, здесь пол более-менее уже лучше, потому что уклова нет никакого. Мы практически едем просто по бошке поверх. Так, 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 аккуратненько. По правую сторону. Здесь у нас просто опять слева накроется лечень. Так, немножко наберём пластей. Фу! Так, аккуратно. Ну, и собаку выкидали меня. Лишь отвески испугать. Меня опять куда-нибудь выпустить. Так, аккуратно-аккуратно проезжаем по правую сторону этой колеи. Ну, вроде всё. Вроде самое страшное позади, потому что мы спустились под мост. Там находится эта гора, видите, Никейская Сибирь, надпись. И справа у нас и собаки, которые должны были быть. Но здесь мы поднимались на неё вот так, обходили вон-то по той горе. И в итоге оказались там, и там спустились опять. Короче, ребят, драйв круто. И всё-таки у меня получилось поснимать одной рукой на полностью замёрзшем льду. Ну, представьте себе, реально. У вас нет никакого контроля над байком. При этом вы ещё снимаете. При этом вам нужно ещё как-то тормозить при спуске с горы. Короче, ребят, вы напишите, как обычно. Райдер кататься не умеет, лох. А я вам скажу. На летней покрышке, на летнем баге, катать зимой по льду, это не круто. Это опасно. Не повторяйте, ребят. Потому что реально можно убиться, если вы катаетесь особо. Особенно я знаю, ребят, что вы не соблюдаете элементарную технику безопасности и не надеваете шлем. Поэтому без шлема ни в коем случае не катайтесь. Но... А я это сделаю за вас. Потому что более-менее управлять байком я умею. При этом всегда нашу шлем. При этом всё очень круто и удачно у нас сегодня получилось. Погнали дальше. Ну что ж, ребяточки, Сонька у нас села окончательно. Давай, попробуй показать мне индикацию. Она же вот... Нажимаем, сейчас он покажет индикацию. Сонька у нас села, ну а заехал на Монечку, сполоснул в итоге его. Теперь он чистенький, хоть мы и покатали немножко по говную грязи. Теперь у нас он абсолютно чистенький. Вот такой вот, ну, практически как новый. Сейчас, наверное, сделаем бэкстейдж в инсту. Инста у нас по традиции вот тут вот. Там сможете увидеть, что с ним было. И сможете увидеть новости самые первые. Так что подписываемся все, ставим лайкусик обязательно. И подписочку на канал. Тут вот подписочка. Там колокольчик. Тыкаем и получаем самые свежие новости первыми. Ну что ж, ребяточка, вот я уже практически дома. Уже подходит время, наверное, часам к 7-8 вечера. И очень классно покатал, честно вам скажу. Я надеюсь, наконец-таки такие покатушечки вам зайдут. И я вот помыл байк буквально сколько? Ну, минут 10 назад. Докатил до дома буквально километр. И байк опять полностью грязный. Короче, жесть. Очень скользко. Вот сейчас подморозило под вечер. Очень скользкая дорога. Очень много слякоти. Но я надеюсь, что я дойду до дома живой и не упаду. Ну, в общем, ребят, подписочку на канал. Ставьте лайкусик под видео, если он вам понравился. Обязательно, конечно же, подписочка на инсту, которая будет сейчас внизу. По традиции, там, конечно же, с вами свежие новости и бэкстейдж-засъемочек. Пишите в комменты, нравится ли вам такой формат. Потому что я сегодня для вас старался, марал свои ноги байкой. Я, в принципе, себя посмотрите. У меня полностью практически сзади все в грязи. И мне очень приятно катать в такую погоду. Но вы попросили, я исполнил. Поэтому я с вами был Касси Добрый Шайбер, ребятушки. Я желаю всем классного настроения, такой теплой погоды, чтобы не было вот такой шлякоти и снега. Потому что нормально катать в такую погоду не получается. Но всем, кто в Крыму, ребятушки, кто катает у нас уже без снега и готовится к старевым, тем привет. Ребят, а для тех, кто еще не в курсе или забыл, или те, кто в танке, напоминаю, что на моей страничке ВК проходит розыгрыш у вилочки РСТ Стич. 180 мм хода такая оранжевая, раньше она стояла вот на этом байке вместо RockShox Domain. Поэтому я ее разыгрываю абсолютно бесплатно, доставка за мой счет победителю. Заходим, выполняем все условия, участвуем, потому что розыгрыш состоится уже 12 марта, ребятушки. Поторопитесь. Вся информация для участия находится в описании к этому видосику. Всем удачи, ребятушки, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok